Попробуй съесть хоть одно яблоко. Без этого вот своего вздоха о современном обществе, больном наглух, о себе, у которого все так плохо, не думая, с этого ли ракурса вы бы с ним выгоднее смотрелись, не решая, все ли тебе в нем нравится. Оно прелесть. Побудь с яблоком, с его зернами, жемчужной мякотью, алым боком, а не дискутируй с иллюзорными оппонентами о глубоком. Ну как тебе естся? Что тебе чувствуется? Как проходит твоя минута свободы? Как тебе прямое, без доли искусственности, высказывания природы? Здорово тут, да? Продравшись через преграды все, видишь, сколько теряешь, живя в уме лишь. Да и какой тебе может даться любви и радости, когда ты и яблоко не умеешь? Вера Полоскова. Яблоко. Здравствуйте, дорогие зрители. Приветствую вас я, Елена Черенко, и мой проект «Не про борщ». Это проект о психологии, но не о банальной психологии, о психологии для жизни, для дела, для души. Я приглашаю в свою студию интересных людей, разных людей, экспертов. У них у каждого свой опыт, но главное, что их объединяет, это то, что я называю настоящесть. И сегодня я очень рада представить вам своего гостя, эксперта Лену Ласову. С Леной мы знакомы, ну давай вспоминать, сколько лет? Ну лет 20, наверное, уж точно. Да, это точно. Мы обе гештальтотерапевты, супервизоры, тренеры. Только я представляю Московский гештальтоинститут, а вот Лена, ты соучредитель и директор Минского гештальтоинститута. Вот расскажи, пожалуйста, про это. Как мы создали Минский гештальтоинститут? Да, и что он сегодня себя представляет, как ты подходишь к подготовке тренеров, супервизоров, гештальтотерапевтов? Есть ли что-то особенное в твоем институте? Это очень долгая история, конечно. Наверное, уходит корнями в мою собственную подготовку как гештальтотерапевта. Обучение, потом то, как я стала сама супервизором и преподавателем. Вообще я родом из Московского института гештальтотерапии и консультирования. Много лет я там обучалась. Хотя нет, первый экзамен, который сдают все гештальтотерапевты, я тоже сдавала в Московском гештальтоинституте. Это еще в те времена, когда московское сообщество было единым. Потом они там тоже разделились, и Олег Немеринский создал свой институт МИКТИК. И вот дальше уже на третьей ступени, то есть на супервизорской ступени, я уже училась там и заканчивала там. А потом преподавала, и мы работали как коллеги. Ну и, наверное, это где-то было в начале 2000-х, когда мы уже с коллегами здесь, в Минске, решили организовать свое сообщество. И так потихонечку стал рождаться Минский гештальт институт. Сначала это было общественное объединение, потом школа современного гештальта, то есть так, как это и существует на сегодняшний день. Вот, прозвучало это слово, современная школа гештальта. Гештальта. Ты знаешь, у меня в Инстаграм люди, которые не связаны никак с психотерапией, задают вопрос, что такое гештальт терапия. И когда я смотрю комментарии, то там очень интересные ответы людей друг к другу. Это то, что нужно закрывать. Вот один самый известный, самый общий вопрос. Давай расскажем нашим зрителям, которые очень далеки от гештальт терапии, что же это такое. Мне кажется, профессионализм гештальт терапевта узнается его способностью объяснить, что такое гештальт в двух словах. Точно. Я учусь этому всю жизнь и боюсь, что не достигла еще совершенства в этом. Поэтому сказать, что такое гештальт или гештальт терапия, действительно много разных ракурсов есть. Тот, который ты привела, имеет место быть. Такое общеупотребимое понимание закрыть гештальт. Когда мы видим, что есть что-то, что тянется всю нашу жизнь и оттягивает нашу энергию, все время сидит у нас в голове и, может быть, чем-то мешает нам жить. Например, если какие-то отношения мы возьмем. Люди развелись давно, а новых отношений не складывается. Почему? Потому что слишком много энергии оттягивается на старые отношения. Вот по-другому можно сказать, вот этот гештальт, то есть это немецкое слово, фигура, форма, он сидит и все время как бы зовет на себя, все время тянет. Поэтому да, одно из пониманий, что такое закрыть гештальт, это завершить незавершенную ситуацию. Лен, а какие еще примеры ты можешь привести, чтобы наши зрители действительно как-то могли к себе это применить, что, о, так оказывается, я плохо сплю, плохо ем, или наоборот, так хорошо ем, что уже меняю размер за размером, а оказывается, все дело в том, что энергия скапливается где-то в другом месте. И мне тогда действительно нужен гештальт-терапевт, чтобы с ним провести работу, поговорить, провести какие-то... Вот как бы ты это сказала? Да примеров может быть масса, но если вспоминать тоже теоретические основания, я вообще люблю говорить о теории, не знаю, может, это покажется там скучным кому-то, но это то, что я люблю делать. Так вот, откуда все эти незавершенные ситуации-то взялись сама идея? Была такая Блюма Зигарник, специалист в области психологии, гештальт-психологии, тоже как исток гештальт-терапии. Так вот, она проводила ряд экспериментов, и было обнаружено, что, допустим, если дать испытуемым решить математическую ту же задачу любую, то та задача, которая оказывалась решена, забывалась, а та, которая не была решена в какое-то определенное время, все время, все время человек возвращался к ней, возвращался и возвращался, стараясь все-таки доделать что-то, дозавершить, дорешить. И это, ну, некоторая такая особенность нашей психологии, возвращаться мыслями к тому, что мы не закончили. Поэтому в жизненных примерах это можно найти абсолютно в любом формате. Вот то, что я говорила, в отношениях люди расстаются, но тем не менее что-то не договорили друг другу, что-то не доделали, и в мыслях все время, все время возвращается. С партнерами, с родителями, вроде дети выросли, живут уже давно отдельно, но никак не могут найти себя в жизни, отчасти почему. Все время возвращается и возвращается к своим отношениям со своей мамой, папой. И это тоже очень здорово тормозит для дальнейшего развития. И у меня тогда следующий вопрос, он личный. А тебе удается завершать, доделывать? Я далека вообще от тоже мысли о том, что что-то может быть идеально. Да, и, кстати, это тоже не совсем правильно было бы формулировать, что любой гештальт может быть завершен. Мы, безусловно, не можем завершить все абсолютно в нашей жизни. Ну, просто потому что мы люди, и так устроено, что даже любое переживание потери, даже связанное с гореванием, оно все равно до конца не заканчивается. Все равно какие-то части продолжают жить в нас. Поэтому я тоже не исключение. Есть что-то, что, наверное, проходит сквозь мою жизнь в том числе. Да, я сейчас тоже подумала, что это такое стремление к идеальности, завершенности, быть таким идеально проработанным, завершенными какими-то жизненными ситуациями человеком. Это один из мифов. Абсолютно. Тем более, что это тоже один из мифов, что психолог или психотерапевт должен быть абсолютно проработан. Это, безусловно, тоже не так. Как ты сама знаешь, мы все люди со своими слабостями, несовершенствами. И, может, это и хорошо, потому что мы можем понять таких же несовершенных людей. Вот ты предвосхитила буквально мой вопрос, который мой для зрителей, потому что они очень часто это спрашивают. Мои зрители, мои подписчики. Я хожу к психологу, и у него есть свой психолог. Ну, и ты понимаешь, к чему я клоню. Немножко иронично, безусловно. Некоторые люди начинают сомневаться в психическом здоровье своего психолога. Или иронично говорят, как же он может меня лечить, если он сам недолеченный, невылеченный. Можем ли мы объяснить зрителям, почему у действительно психолога есть свой психолог, супервизор? Ну, никто не останавливается в своем развитии. Человек вообще динамическая система. Мы все время меняемся. Каждый момент времени мы меняемся. И, в общем, поэтому нам нужно сопровождение в этом изменении. Кстати, если чуть вернуться назад про то, что такое гештальт или гештальтерапия, мы же с тобой только один ракурс разобрали про незавершенную ситуацию, то еще один ракурс как раз и связан с поиском формы, лучшей формы для своей жизни. Вот еще одна интерпретация или еще одно понимание, что такое гештальтерапия, это то, как мы можем наилучшим для себя способом приспособиться, найти лучшую форму, фигуру для нашей жизни. Приведи пример, пожалуйста. Да. Ну вот чаще всего мы вырабатываем уже в своей истории, в том, как мы развиваемся, растем, и потом на протяжении своей жизни, какую-то определенную, мы иногда называем это ригидность или стереотип. Ну, например, я считаю себя спокойным, вежливым человеком. И это прекрасно, и я хорошо с этим адаптирована. И это есть какая-то форма, в которой я привыкла существовать. Но иногда бывают ситуации, когда невозможно оставаться спокойной, вежливой и уравновешенной. Но если у меня есть стереотип такой быть, мне будет сложно проявить какие-то свои другие качества. Вот это то, что часто можно от своих клиентов, например, слышать. Я не могу сказать «нет», на моей работе я чувствую сплошной прессинг с разных сторон, и тем не менее свои границы отстоять не могу. Почему? У меня есть определенный стереотип. Я жила, развивалась, у меня есть характер. Кстати, в гештальтерапии еще Фрид Перлс, родоначальный гештальтерапии, говорил, что самое плохое, что может быть у человека, это его характер. И как раз то, к чему нужно стремиться, это к отсутствию характера. Давай поясним зрителям, что это значит. Я думаю, что сейчас многим это интересно. Как это применить к себе? Ну да, вот если продолжать отвечать на твой вопрос про, почему нам нужны психологи и психотерапевты, и про то, что гештальтерапия – это поиск лучшей формы для себя. Вот это как раз способ найти для себя пластичность, возможность приспособиться к разным ситуациям по-разному. Если, скажем, меня прессингует начальник, чтобы я могла проявить свою агрессивность. Для других людей это может быть что-то совершенно противоположное, потому что кому-то сложно проявлять агрессию, а кому-то – любовь, что тоже часто бывает ограничением. То есть наша задача – это выйти за пределы своей ригидности, скорее дать возможность себе быть разной в разных ситуациях. Лена, мы затронули с тобой такое понятие, как супервизия и супервизор. И, может быть, ты просто ответишь, просто и коротко, для чего психологу супервизор? И что это вообще такое супервизия? Супервизия – это возможность в коллегиальной обстановке поговорить о своих сложностях в работе со своим клиентом. Просто иногда у терапевта тоже замыливается взгляд, или иногда проблемы терапевта – мы же говорили, что никто не идеален, и у каждого есть свои сложности – совпадают с проблемами клиента, и тогда важно разделить эти вещи. или иногда что-то вообще уходит из поля внимания. Для этого и нужен супервизор, чтобы был еще один взгляд, чтобы можно было помочь самому терапевту справиться со своими чувствами в своей работе. Это как поддержка, такая профессиональная коллегиальная поддержка, собственно, которая и вполне полезна и для клиента тоже, потому что все это для него делается. И тогда можем ли мы говорить, что это может быть одним из критериев выбора для себя психолога, спросить, есть ли у вас супервизор? Да, это тоже, конечно, важно. Важно понимать, насколько терапевт продолжает учиться, продолжает развиваться, и кто ему помогает в этом направлении. Да, безусловно. Лена, еще один важный вопрос. Как человеку понять, в каких ситуациях он может просто поговорить с подругой или другом, и будет тоже хорошо? А в каких ситуациях уже нужно идти к специалисту, к психологу? Поговорить с подругой или другом – это всегда хорошо, потому как это эмоциональная поддержка, это то, в чем мы нуждаемся, мы всегда хотим оставаться не одинокими, и это, правда, важная такая часть нашей жизни. Чем отличается профессионал от друга? Да, если попробовать ответить на этот вопрос. Это не только эмоциональная поддержка, но это возможность как раз разобраться в тех стереотипах, которые и не позволяют изменить ситуацию. Ну, если коротко, это может быть так. Есть еще один вопрос. Почему друг или подруга не может быть психологом или психотерапевтом? Именно потому, что они не могут оставаться эмоционально не вовлеченными в этот процесс. Это важно, чтобы все-таки профессионал имел возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Это не только такой аналитический процесс, потому что гештальтерапия работает также еще и своим откликом, своим резонансом, я имею в виду терапевт. То есть это совокупность, но тем не менее, интеллектуального и эмоционального, но тем не менее, терапевту важно оставаться, сохранять нейтральную позицию, не реагировать так, как бы, может быть, в этих местах друзья реагируют. Либо только поддерживают. Ну, если друг только критикуют, наверное, это уже не друг. Ну да, стоит задуматься. Очень важный и трудный вопрос. Какая разница между психологом, психотерапевтом, психиатром? Давай поразмышляем вслух, чтобы зрителям было понятно. Есть формальная разница. Я сейчас ее объясню, эту формальную разницу. Психолог – это человек с педагогическим или психологическим образованием, в любом случае, не медицинским. В нашей стране психотерапевтом может быть человек только с медицинским образованием. Психиатр, понятное дело, тоже человек с медицинским образованием. Но психиатр в большей степени акцентирует внимание на медикаментозном лечении. Психотерапевт – это некоторая такая уникальная совокупность и медикаментозного лечения, и психологической помощи. Но это, опять же, разделение исключительно на постсоветском пространстве, распространенное. В европейских странах психотерапевтом может быть человек с базовым образованием любой помогающей профессии, но, тем не менее, получив дополнительное образование психотерапевта. они не считают обязательным именно медицинскую подготовку. Ну вот так. Это то, что формальное развлечение. Если мы поговорим про неформальный какой-то взгляд, то очень много, ну в частности, гештальтерапевтом может быть как психолог, так и психотерапевт. И в этом они совпадают. Потому как мы сопровождаем человека, как я уже и раньше сказала, в его ограничениях и в его возможностях найти лучший для себя способ жить, приспособиться к своей жизни. Поэтому это неважно, какое образование изначально имел человек. Здорово. Мне кажется, сейчас что-то стало точно пояснее. И тогда следующий вопрос. Человек принял решение. Он хочет пойти к психологу, к психотерапевту. Какие бы критерии ты предложила людям, чтобы выбрать для себя специалиста? Так как мы уже обозначили психотерапевта как человека с медицинским образованием, ну и то, что я вижу на практике и происходит. Чаще люди, которые испытывают какие-то проблемы со здоровьем, но ходили по всем врачам уже и сдали все возможные анализы. Но тем не менее им говорят, вы знаете, ваши анализы никак не отражают, вы совершенно здоровы. Хотя наша медицина все равно настроена на патологию, обязательно что-нибудь найдут, скажут там вегетососудистая дистония, любимый диагноз. Но тем не менее. Тем не менее, это то, что считается условно психосоматическим состоянием, когда нету отклонений в организме таких, прям которых мы диагнозом могли бы назвать. Но есть депрессия, тревога, какая-то неудовлетворенность, может быть, физические симптомы, головные боли. основания прийти к психотерапевту скорее может быть изменение здоровья. То есть, когда у нас человек начинает испытывать какие-то физические недомогания или эмоциональные недомогания, в частности, тревоги разного варианта, тревожные расстройства, или панические атаки, которые очень распространенная проблема на сегодняшний день, депрессивные состояния, хроническая усталость, головные боли, что еще, какие-то нарушения с пищеварением, с повышением давления. То есть, некоторая совокупность именно физической симптоматики, при том, что человек идет с этими физическими симптомами, обращается за медицинской помощью, а ему говорят, по данным обследований, ты здоров. И тогда вот это может быть основание прийти именно к психотерапевту, потому как образование медицинское позволяет, может быть, системнее посмотреть на эту проблематику. Итак, сейчас абсолютно логично возникает вопрос, при чем тогда физические какие-то симптомы, которые ты обозначила, к психологии? Абсолютно верно, потому что это прям ключевой вопрос, который возникает у наших клиентов, ну или в медицинской модели пациентов. Ведь человек приходит и говорит, у меня голова болит, или желудок болит, при чем здесь психотерапия или психология? Если мы именно о психотерапии говорим, да? Так вот, как раз задача психотерапии рассказывать людям о том, что это очень связанные вещи, что всегда наше переживание не существует в отрыве от нашего тела, и наше переживание всегда помещается в какую-нибудь часть нашего тела, или уходит в тревогу, или уходит в депрессию. Поэтому нельзя рассматривать органы человеческого тела в отрыве от нашей эмоциональной жизни и в отрыве от наших отношений вообще. То есть все очень связано? Все абсолютно целостно. Скажи, а из твоего опыта сейчас клиентов с паническими атаками стало больше? Ведь мы с тобой давно работаем, больше 20 лет. Ты замечаешь какой-то сдвиг? Абсолютно утвердительно отвечу на этот вопрос. Панических атак стало очень много. И депрессивных состояний тоже гораздо больше. И надо сказать, что вот в это ковидное время панические атаки только возросли. И тревога разного, тоже другого уровня возросла. Есть хорошая новость. Панические атаки лечатся. И это не приговор. Но очень важно попасть по адресу. Многие люди, прежде чем приходят к психотерапевту, обходят разных специалистов и кардиологов, и гастроэнтерологов, и всю нашу медицину. Но рано или поздно приходят к психотерапевту. Так вот, с паническими атаками вам к психотерапевту. Дорогие зрители, пишите в комментариях, если вы хотите на этой теме остановиться подольше, то я сделаю для вас специальный выпуск, и мы поговорим про панические атаки, про то, как они лечатся, что с ними делать, как их распознавать в конце концов в себе, потому что не каждая тревога, не каждое беспокойство сразу является панической атакой. Пишите в комментариях, я обязательно отвечу. И сделаю такой выпуск, если это действительно будет вам интересно. Панические атаки курируются и клиническими психологами тоже. То есть, в принципе, человек с психологическим образованием, прошедший курс по медицинской специализации, вполне может тоже работать с паническими атаками. Еще один вопрос про современный этап развития гештальт-терапии. Что нового, что развивается, какие новые тенденции? Расскажи, потому что я знаю, что ты часто приглашаешь, ездишь. Ну, в общем, расскажи сама про весь этот потрясающий опыт. Здесь можно часами говорить, это одна из любимых моих тем. Если кратко, то, конечно, гештальт-терапия очень изменилась со времен ее существования, со времен Фрица Перлза. Если коротко, любой процесс зависит от социального фона. Когда гештальт-терапия развивалась, это в 60-е годы прошлого века, в обществе была явная такая тенденция к индивидуализации, найти себя, это движение хиппи, это феминизм, это свобода. И изначально гештальт-терапия развивалась как возможность познакомиться со своими чувствами, чувства стали самым важным, найти, да, свое место в этом мире. То есть, в большей степени такой индивидуалистической манере. По ходу жизни меняется социальная ситуация сейчас тоже. И сейчас наше общество скорее приходит к изоляции. Это уже стало происходить, а в период ковидный это стало еще более очевидно. Поэтому, как любой метод, мы не можем остаться в стороне от социальных изменений. Сейчас скорее во главе угла у нас становится не индивидуализация, а вообще возможность быть рядом с другим человеком. Ценность другого человека в большей степени выходит на первый план, чем когда-то в 60-й ценность собственной личности. В настоящее время нам сложно быть вдвоем, нам проще показывать себя. Это очень современная проблема. Мы можем говорить про социальные сети, про инстаграм, про все, что угодно. И насколько тяжело отличать сегодня подлинные вещи от подделок, фальшивок. И насколько ценным становится то, о чем ты говоришь. Возможность остаться собой, быть другим человеком. И вот этот термин изоляция, он не обязательно обозначает какую-то такую же слишком сильную уединенность, закрытость. Мы живем в мире, когда можно общаться по скайпу, по зуму. И эта возможность, она расширяет наши возможности. Правда? Безусловно. Потому что мы присутствуем сегодня на многих семинарах, на обучениях. Это расширяет. И вместе с тем, если про отношения, то как остаться собой и быть в отношениях с другим, и быть услышанным? Ну, вот это тоже одно из направлений или вопросов, которым задается гештальтерапия, именно как, оставаясь собой, быть рядом с другим. Мне кажется, это вечный вопрос человечества, как и себя не предать, и отношения сформировать, чтобы они были близкими, теплыми и поддерживающими. Это вот то, с чем мы работаем в терапии. Лена, у меня вот такой практический вопрос для тех зрителей, которые, возможно, всерьез после нашего разговора заинтересуются такой новой профессией, как гештальтерапевт. И у них есть медицинское, педагогическое, философское, то-то-то, все, что нужно, вот это образование, и они хотят обучаться. Как ты считаешь, какие-то кроме образования, качества, черты должны быть у гештальтерапевта? Попробую поразмышлять над этим вопросом. Вообще, мне кажется, что и в психологии, и в психотерапии, и вообще в профессии, которая связана с людьми, ключевым таким фактором является любопытство. Если есть у человека любопытство к другому человеку, к его способу жить, к его способу выстраивать отношения, может быть, это и самый основной критерий для будущего гештальтерапевта, и вообще для психотерапевта, для психолога как такового. Любопытство, ну и может еще какая-то чувствительность, мне кажется, вот это тоже неотъемлемая часть вообще нашей профессии как таковой, возможность находиться рядом с любопытством и с чувствительностью. Согласна, мне прям близок этот ответ, вот когда ты заговорила про любопытство, я прям заметила, что я стала улыбаться, любопытной. Лен, существует такое мнение, что к психологам и психотерапевтам чаще обращаются женщины, чем мужчины, а в твоем опыте это так? В моем опыте это безусловно факт, более того и на обучающих программах больше женщин, ну ты сама тоже наверняка знаешь, наблюдаешь этот феномен, но, кстати, это тоже не такая же тенденция, например, в европейских странах, я разговаривала с семейными терапевтами, кстати, я не так, чтобы много работаю с семьями, у меня больше клиническая такая направленность моей работы, но интересный факт, который я узнала, что чаще если семейная пара решает обратиться за консультацией, то инициатором является женщина в нашей стране, а в европейских странах чаще всего инициатором является мужчина, поэтому поэтому тут трудно видишь сказать, что сейчас за тенденция наблюдается. Ты знаешь, я с удовольствием это слушаю, потому что я как семейный терапевт как раз сталкиваюсь последние, наверное, лет пять точно инициатива мужчин. Это хорошая новость потому как для меня тоже как для перинатального терапевта то, что я наблюдаю, если там буквально 20 лет назад беременности, роды были исключительно таким женским делом, то сейчас все больше и больше мужчин, будущих отцов очень интересуются и активно участвуют в этом процессе. Сейчас прозвучал термин, который, возможно, для зрителей совсем непонятен, перинатальная терапия. Я знаю, что ты давно как клинический гештальт-терапевт работаешь, размышляешь, имеешь богатый опыт. Немножко поделись. Ну вот кроме клинической направленности, о которой мы уже с вами поговорили, потому что базово я по образованию психиатр и пришла как раз в психотерапию из медицины, долго работала в клинике. Из клиники потом, кстати, я и пришла к работе с женщинами через знакомство с послеродовыми депрессиями. Это было один период времени таким основным фокусом моей работы, как клинициста, именно депрессивные состояния у женщин. И с этого, может быть, и начался такой мой интерес к женской проблематике, и в частности к перинатальной психотерапии. перинатальная это дословно в переводе означает все, что связано с рождением. Лена, сейчас прозвучал еще один термин послеродовая депрессия. Скажи, ты как специалист, который давно с этим работаешь, лет 15-20 назад в нашей стране ставился ли такой диагноз, и насколько распространено это сегодня? У нас и сегодня в классификаторе именно нет такого термина, как послеродовая депрессия. У нас есть просто депрессивный эпизод, связанный с послеродовым периодом, можно так это, но это уже медицинские нюансы, не суть. А суть в том, что, конечно, последние годы стало больше и больше таких женщин, но может быть за счет того, за счет информированности в том числе, потому что эта тема отдельная и очень тоже обширная, много остается в тени, и женщина боится говорить об этих проблемах, потому что, ну как, ребенок родился, мы должны быть счастливы и радостны, и еще все вокруг должно быть прекрасно убрано, приготовлено и весь в белом ты сидишь, какая послеродовая депрессия. Тут очень много стыда и вины в этой области сразу появляется, поэтому женщины 15 лет, вот как ты спрашиваешь назад, просто больше боялись говорить об этом. Сейчас мы все больше и больше говорим и про то, насколько это важно, и чтобы тоже была возможность обратиться к специалисту и получить помощь соответствующую. Дорогие зрители, пишите, пожалуйста, в комментариях, интересна ли вам эта тема, и это не только женская тема, все чаще в моей практике встречаются мужчины, которые заботятся о своих женах, заботятся о своих семьях. Пишите, пожалуйста, про ваш интерес, и тогда я буду понимать, нужно ли делать специальный большой выпуск на эту очень важную тему послеродовая депрессия. Спасибо тебе, Лен, потому что я прям согласна и подключаюсь к каждому твоему слову. В моей практике таких женщин стало больше, и слава богу, что у них появилась возможность говорить с психологами не только о великом счастье материнства, что так, но и о разных других чувствах. Еще хочется добавить здесь, что это, безусловно, не только женская проблема, это в полной мере проблема и отношений, и тех мужчин, которые тоже становятся отцами, поэтому важно обращать на это внимание. Лена, у меня к тебе личный вопрос, если позволишь. Я знаю, что твой супруг Евгений Лассов это психоаналитик, и причем это не из тех психоаналитиков, которые любят визитки это написать, а это реально принятый в IPA организацию международную, вот я прям говорю, ощущаю гордость за Беларусь, что у нас уже есть принятые в Европейскую организацию психоаналитики. Поэтому личный вопрос, ты гештальтерапевт, он психоаналитик, как у вас на этой почве семейные конфликты случаются? Я тоже испытываю гордость, во-первых, что мой муж один из тех психоаналитиков, которые могут заявлять во всеуслышивании, что действительно психоаналитик. Ну, понятное дело, что есть разница теорий наших, и иногда да, мы иногда обсуждаем какие-то моменты и спорим, и боремся, бывает, бывает такое, но бывает и другие соображения, например, сделать какую-то общую конференцию, где бы на один и тот же случай можно было бы посмотреть как с позиции психоанализа, так и с позиции гештальтерапии. Лена, еще один вопрос, что значит быть женщиной сегодня? Да, в продолжении темы женского здоровья, это одно из направлений, которые интересуют меня, и я задаюсь тоже этим вопросом, меняется реальность наша, меняется и наша включенность, в том числе быть женщиной или мужчиной, в принципе, это тоже интересно на это порассуждать, что меняется, да, ну, например, в прошлом веке, я, кстати, с удивлением обнаружила такой факт, что в те же 60-е годы прошлого века среди преподавателей Гарварда не было ни одной женщины, это любопытно, да, это учитывая, что это не так давно это, собственно, было, и какой путь проделали женщины за этот период, да, как интенсивно развивался феминизм, а что же теперь тогда, как будто бы что-то уже отвоевано, уже понятно, быть преподавателем или президентом уже не является чем-то удивительным для нашего времени, и тогда, я думаю, какие вызовы на сегодняшний день стоят перед нами, и мне кажется, да, и при том, что в этой теме всегда вот куча каких-то долженствований, какой именно должна быть женщина, и может быть две какие-то разные тенденции, феминистки говорят, что нужно бороться за свои права, вторая полярность ведических женщин, что нет, нужно оберегать своего мужчину, или там борщи варить, и как будто бы в этой теме так и непонятно все-таки, какой надо быть, чтобы по праву считать себя женщиной, сразу вам скажу, что нет правильного ответа на этот вопрос, вот прям женщин столько, сколько вот нас с вами и есть, и каждый может найти именно свой уникальный способ, кто-то варит борщи, кто-то чем-то другим в большей степени занимается. И, похоже, еще больше разных взглядов на такое понятие, как успешная женщина. Да, ну вот это тоже мы чуть сегодня затрагивали, вот это, когда такая индивидуализация на первый план выходит, чтобы образ был впереди себя, может быть, чаще всего становится как-то самым главным. Лена, а ты сама считаешь себя успешной женщиной? Провокационный вопрос. Да. Я себя считаю счастливой женщиной. А-а-а. Для меня это более правильный, ответ. Ты предвосхитила мой вопрос. Тогда, может быть, поделишься своими ингредиентами, только твоими. Потому что, ну, как я представляю, счастье одной женщины и другой это два разных подхода. так же мы уже сказали, что каждая женщина уникальная и всегда есть что-то такое особенное свое. Ну, кстати, вот по поводу моего персонального счастья, для меня это связано тоже с размышлениями о вызовах сегодняшнего дня. Я думаю, почему я чувствую себя счастливой? Именно потому, что, мне кажется, я занимаюсь любимой работой, это какая-то профессиональная социальная часть, и у меня прекрасная семья, в которой мне тоже удалось реализоваться, в частности, благодаря мужу и моим родителям, и детям замечательным. Вот это и есть ингредиенты, из-за которых я чувствую себя счастливой. В наше меню не про борщ я решила добавить лук. Это рубрика «Любое утверждение». Кстати, это простые, короткие вопросы, которые не требуют глубоких, философских размышлений, а не требуют таких же коротких ответов. Итак, Лен, твой любимый цвет? Голубой. Если бы у тебя была возможность отправиться в будущее, прошлое или остаться в настоящем, куда бы ты хотела отправиться, кого бы взяла с собой и какие вещи взяла с собой? В будущее. Ну, лет через сто, наверное, любопытно. Сейчас вспомнила, что гештальттерапевты заняты настоящим здесь и сейчас, но как раз новизна гештальттерапии добавить слово будущее, now for next говорим мы. Это я сразу подумала. В общем, в будущее. Мужа бы взяла с собой и ничего из вещей с собой бы не взяла. А зачем в будущем вещи? Там все должно быть. Там все должно быть. Какой город изменил твою жизнь навсегда? Несколько городов. Наверное, первое, что приходит, это Рим и Лондон. Лучшая еда, которую ты когда-либо ела? Нет такой. Пока не удалось попробовать вот эту лучшую для себя. Может, в будущем. В будущем. Куда бы ты хотела вернуться? Здесь не буду оригинальной, в город моего детства. Это Анапа, Краснодарский край, Черное море. Что заставляет твое сердце биться чаще? Ой, тоже буду банальная любовь. Есть ли у тебя тотемное животное? Что это такое? Похоже, нет. Нет. Какое событие повлияло на тебя больше всего? Рождение детей. Какое напутствие ты дала бы своим потомкам? Не готова отдавать напутствие. Какие для тебя самые ужасные качества в людях? Ну и, соответственно, самые прекрасные. Безразличие. И самая прекрасная теплота. Душевная теплота. Собственно, что и есть противоположность. Назови место, где ты чувствуешь себя самой собой. Ой, слава богу, наверное, несколько этих мест. Ну, понятно, что дома. Но, кстати, со своими студентами чувствую себя собой и люблю преподавать. Лена, а какую одну вещь ты бы изменила в мире? Сложный вопрос, особенно, учитывая какую-то нашу социальную реальность сейчас. Ну, если у тебя речи или баланси добра и зла, то, наверное, бы, хотела бы сдвинуть эту линейку в сторону добра. линейку. Лена, спасибо тебе за время, которое ты уделила мне, моему проекту. Мне сегодня было очень интересно с тобой. Я узнала много трогательного, нового. Спасибо, что ты раскрылась, открылась от себя, от своего проекта. я желаю тебе вдохновения, теплоты и продолжения твоего любимого дела, о котором ты с таким воодушевлением сегодня говорил. Спасибо. Спасибо, Лена, и за приглашение. Было интересно поговорить с тобой. И мне кажется, то, что ты делаешь, очень важно. Людям, правда, надо знать про то, что такое психология и кто это такие, что это за люди такие, психологи, психотерапевты. Спасибо. Спасибо. До новых встреч, дорогие зрители. Редактор субтитров А.Семкин